По очереди «Я хочу путешествовать, но не хватает средств». Вот частый, кстати, вопрос про путешествия. Дорогие друзья, значит, с путешествиями. «Я хочу путешествовать, но не хватает средств». Уверяю вас, вы хотите не путешествовать. Скорее всего, вы хотите уйти от той реальности или действительности, в которой вы находитесь, вы хотите сбежать. Те, кто хочет путешествовать, реально хочет путешествовать, ему совершенно наплевать на деньги и на всё остальное. Мы очень много ездим с мужем по дорогам, мы очень любим, кто голосует, брать с собой попутчиков, потому как они такие интересные вещи рассказывают, путешествия свои, истории и всё остальное. И скажу так, практически 98% все, кого мы подвозили, они реально без денег это делают. Если вам не хватает денег, значит, вы хотите какой-то дополнительный комфорт, которого нет в вашей доме или квартире. Скорее всего, выезжая куда-либо, вы ворчите, что не работает сейф или дверь там что-нибудь скрипит. Если у вас есть такое ворчание в поездках, будьте честны с собой, вы любите не путешествовать, вы сбегаете от чего-то. Пока у вас будет желание убегать, вы не сможете этого делать. Конечно, вы соберёте денег, конечно, вы съездите куда-то раз в год и будете продолжать мечтать путешествовать. Нет, все, кто любит, они это уже делают. Они путешествуют по Подмосковью, они путешествуют по Москве, по ближайшим городам. Чтобы попутешествовать, именно попутешествовать, можно на электричке купить билет и прокатиться. Когда-то мы с друзьями ездили, у нас были палатки брезентовые. Какие же они тяжёлые. Реально, может. Но что-то вы хотите другое. Вот если вы слово «путешествие» замените на то, что вы хотите, вот честно, себе признайтесь, нам абсолютно всё равно и тем, кто рядом, всё равно, у них там свои планы, свои мечты. Но если вы признаете, что вы хотите, да, действительно, я хочу, допустим, пятизвёздочный отель, и я хочу насладиться кипельным бельём, золотым унитазом, шведским столом, да, меня дома так не кормят, тогда у вас это реализуется гораздо быстрее, потому что вы были честны. На честность приходят средства, возможности. Кто-то пригласит вас или ещё что-то. То есть когда вам надо то, что вам надо. У нас есть на эмблемке такая запись. Чтобы что-то изменить, надо знать, что менять. Вот часто за словами «я хочу путешествовать» скрывается непринятие, боль или ещё что-то. Пока вы это не разберётесь с собой, пока вы не примете, вряд ли у вас получится легко и свободно путешествовать, ещё при этом, чтобы у вас оставались свободные деньги. Вот так. И это действительно так. Так, следующий вопрос. «Я очень хочу жить в теплогодичном климате, в окружении пальм и красоты, но муж полицейский и поменять место жительства не в его планах». Так, дополнение где-то я видела. А, у него карьерный рост, я его люблю, у нас семья. Знаете, здесь вопрос вот в чём. Здесь, наверное, скорее всего, тема мужчины и женщины прослеживается. Дело в том, что я хочу жить в тёплом климате, а у мужа, вот так и так, я из-за кого-то или из-за чего-то не хочу, ой, не могу, там другие программы, там не про климат, там далеко не про климат. Насколько я понимаю, она делала будилку? Да. Отлично. Если вы делали будилку, вы возьмите ещё раз по той же схеме, я надеюсь, вы дописали её до конца, пропишите, пожалуйста, отношения, вернее, не отношения, а маму и папу. Вы сделали маму и папу? Я очень прошу, напишите, да или нет. Просто. Ирина пишет. Ирина, да. Тот девушка, которая хочет в тёплом климате, а из-за карьерного роста мужа не может это себе пока позволить. Вот у нас Ольга дописала, что у меня тоже есть мечта жить в тёплом климате. Ольга, а что вам препятствует жить в тёплом климате? Вы знаете, вы заметили, что у нас зимы изменились и стали теплее. Да. У нас весна стала раньше и теплее, у нас осень стала дольше и теплее. Друзья мои, судя по тому, что очень многие стали хотеть жить в тёплом климате, то, что происходит на земле и землёй, вообще удивительно, что происходит. Друзья мои, ответьте мне, пожалуйста, кто хочет в тёплом климате жить, когда он здесь будет, вы будете счастливы? Вы тогда никуда не захотите бежать? Да или нет? Кстати, да, все ответьте, потому что Ирина, ага, переписала. Ира, скажите, пожалуйста, у вас, сейчас я подведу так на да-нет, чтобы много не писать, вы, когда переписывали маму и папу, вы видели там, из-за чего, как вам кажется, ключевое, из-за чего мама жила с папой? По любви или из-за чего-то? Да? Если из-за чего-то, то да. А если по любви, то по любви. Ответьте. Друзья, вот просто тема там уже не мечты, а именно идёт внутреннее семейное отношение, программы родовые. Из-за детей, Ирина написала. А, из-за детей. Ой, Ирина, я сейчас такой вопрос задам. Мама жила из-за детей, вы из-за чего живете с мужем? Любовь любовью, но из-за чего? А кто-то себе на вопрос протянула. Олеся, молодец, да, я с радостью останусь. Ирина, будет тепло, буду жить здесь. Я живу в самом лучшем месте, Дмитрий. Дмитрий-то точно живёт в самом лучшем месте. Семья из-за семьи. Сейчас, подождите, давайте уже с погодой разберёмся, чтобы мы перестали климат колбасить на земле. Скажите, пожалуйста, тепло. В какой-то песне я когда-то давно в детстве слышала, у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. А вас холод смущает? Вам что-то одеть нечего? Или сложность в чём? О чём это? Хочу жить в тёплой стране. Вот я просто, честно говоря, не очень понимаю. Мы любим тоже ездить в Таиланд. У нас там как бы дэча. Вот. Там месяцами бываем. Но мы заметили, когда едешь надолго, примерно после 21 дня, тело проходит какую-то адаптацию, и реально ты начинаешь мёрзнуть. Если первые 20 дней вечером жарко, мы, значит, и в бассейн, и в море, и это, всё жарко, через 21 день мы одеваем толстовки, кепки, вечером мы уже не можем ни в бассейн, ни в море, ничего, и днём-то в воду не очень хочется. То есть мы начинаем мёрзнуть. Тело адаптируется к погодным условиям. Я так предполагаю, что когда ему прохладно, оно лучше сохраняется. Я бы уехала, где другой воздух и природа. Я хочу тропический климат. Мне некомфортно в холоде. И вот как раз девушка пишет, я живу в Сочи, тепло не сильно влияет на душевный комфорт. Я знаю температуру, мы реально адаптируемся. А Ирина не хочет в Краснодарский край. Она хочет в Испанию, в Италию, в Майами. А, вот здесь идут именно не то, что путешествия, а здесь реально идут доказать кому-то что-то, доказать себе что-то. Некоторые не хотят принимать. Мы когда-то жили в совершенно ином районе, в городе Москве. Такой очень-очень рабочий район. Очень-очень все соседи выясняли громко всегда отношения. Дом был такой, слышно все. И когда-то реально захотелось жить в тишине. Просто захотелось жить в тишине. Мы ездили в далекие страны, в горы, Кавказы, и много-много еще. Но, знаете, оказывается, и в Москве есть тихие места. Есть очень уютно и очень комфортно. Поэтому, почему Испания? У кого вы, ну или там еще что-то, у кого вы увидели эту программу, это программа. И хотите так, как у того человека. Подумайте об этом, повспоминайте. Когда мерзлый мозг, отключается все тело в напряжении. А когда сильно жарко, тогда мозг у вас не плавится. А вообще человеку средний климат хорош, уверяю вас. Вы в Индию ездили? В Индию ездили? Они же там все расслабленные. Я не говорю про этот, их большой город. А так смотришь, они все днем спят. Они вялые, они не очень активные, потому что жарко. И бедные, потому что жарко. Ну есть и богатые. Ну да, на основном. Я принимаю любую погоду, куда деваться. Но очень и зиму без зелени, и птиц не хочу. А девушка пишет, а мне снега не хватает пушистого. А вот я с пушистым снегом очень согласна. Как-то мы лето провели в теплых странах и пропустили зиму в Москве. Так я все лето ждала зиму. Я говорю, снега не хватает, поскрипел, что под ногами. Давай, пожалуйста, с погодой мы, ребята, закончим. Значит, с теплыми странами мы тоже закончим. Для того, чтобы вам жить, жить в теплой стране, это, наверное, реально в ваших мечтах представление классное. Вы приезжаете на две недели, не успеваете насладиться и всем. Для начала предлагаю вам, напишите. Для себя ваш график жизни, это реально работает. Мы многим это делали, и это у многих работает. Я в течение года два раза езжу по месяцу, два раза по месяцу отдыхать в теплые страны. Ну, или слово путешествовать, хотя путешествия в теплых странах, ну, это какая-то другая история. Путешествия — это когда вы ездите на машине, изучаете что-то новое, а не то, что гиды вам читают заученные фразы, написанные не всегда понятно кем. Путешествия — это когда вы своими глазками видите и понимаете, то, что вы читали об этом месте, вообще никак не сходится с текстом. Когда вы своими глазками видите совершенно иные строения, совершенно иные природные какие-то явления, о которых почти даже нет в интернете. Вот это путешествие. Путешествие — это когда вы путешествуете в себе. Вы не представляете, сколько всего возможностей. Кто-то написал, что видит множество возможных вариантов. Это великое путешествие, когда можно войти в любой вариант и попутешествовать в нем. Это тоже путешествие. А ваши переезды в другие города и страны — это точно вы от чего-то убегаете. Почему вы не любите то, где вы есть? Возможно, раз у вас нет желания жить здесь, а хотите уехать куда-то, скорее всего, у вас здесь, помимо этого, по другим аспектам жизни идет сильное непринятие людей, их каких-то действий, их слов, их возможностей или невозможностей. Мы давали колесо сансары про крик. Вот сбегание, сбегание. Мы там схемку такую рисовали, где человек кричит и как это привести все в порядок. Вот люди, которые говорят, я хочу путешествовать, вместо того, чтобы они сказали, я путешественник, который передвигаюсь и двигаюсь по миру. Чувствуете разницу? Так вот, все, кто произносит, я хочу путешествовать, это сбегание от каких-то дискомфортных ситуаций там, где вы находитесь, от сложностей, трудностей, как вам кажется. Но любая сложность и трудность это всего лишь дверь, а иногда даже ворота в уникальное, уютное, комфортное. Просто, может быть, научиться их открывать. Итак, у нас есть еще вопросы. Друзья, я очень вам благодарна за ваши вопросы. В общем, молодцы все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!